Всем привет! The Brush мы уже изучили Но теперь Кто работал в The Brush Начинаете Думать как наверное сделать Детали колец Топоров Можно конечно делать И в The Brush Но лично для меня это неудобно И В принципе там все Как то посложнее будет чем В блендере Давайте начнем изучать теперь и блендер Чисто В плане деталей Которых нам надо Далеко лезть не будем Вот так выглядит блендер После скульптриса The Brush Тот кто Кое в каких Программах мал-мал работал Поймет что здесь все проще Все намного Как то В моделировании Будет полегче Нежели В The Brush Давайте Сначала в этом видео Рассмотрим Как настроить блендер Как Не испугаться Того что много здесь кнопок Давайте зайдем в файл Параметры Вот высвечивается у нас Вот такое вот окно Здесь интерфейс Редактирование Ввод Дополнение Темы файл Система Но Когда вы включите Блендер Все будет на английском языке Все будет вот так вот И как теперь поставить русский язык На эту программу Чтобы более-менее понимать Что это название за кнопок Хотя После The Brush Вы Большинство Иконок Кнопок Будете уже Чисто Интуитивно Понимать Заходим в файл Нажимаем User Preference Заходим в System И ставим Вот здесь галочку International Fonts Вот мы ее ставим У нас переключается на русский язык И вот эти кнопки у вас будут выключены Вот Когда вы на International Fonts нажали И нажимаете все вот эти три кнопки Это интерфейс Подсказки Новые данные Но этого мало Теперь надо все это дело сохранить Жмете вот сохранить настройки Все они сохранились Теперь Что дальше будем смотреть Это мы закроем Зайдем теперь в файл Нажмем параметры И теперь давайте разберемся С темами Тема у нас будет стандартная Блендеровская Блендеровская Вот здесь вот В предустановке есть кнопка И вот вы заходите Здесь вот у вас темы Вы их можете менять Вот так они выглядят У кого их нет Этих тем Надо Скачать В интернете Вводите темы для блендер Ничего там сложного И скачивайте Я потом видео сделаю отдельно Как их скачивать Там тоже есть маленькая загвоздка Несерьезная Но Надо ее будет знать И вот теперь выбрав тему Можно выбрать тему Зебраш Я кстати ее тут скачивал Вот она тема Зебраш Если вы в Зебраше работали Чтобы вам более Было комфортней Осознавать Что вы Так и работаете С той программой Или вы просто привыкли К внешнему виду Вот так она будет выглядеть Ваша тема Как их устанавливать Сейчас я вам покажу Опять заходите в параметры Вот вы опять Заходите в параметры Опять открываете Допустим Тему И как Допустим Установить тему Жмете вот Установить тему Находите эту тему Где она у вас Располагается Я советую Для Зебраш Скульпт Через блендер Если вы с этими Программами Работаете Создавать папки И называть их Все для Зебраш Все для Блендер Все для Скульпт Вам тогда будет Легче Вы не будете Теряться Вот они у нас Скаченные Все тут аддоны Альфы Так что Можно все Здесь находить Кисти Вот так Выглядят Наши Темы Вот Зебраш Колорус Вы нажимаете Допустим Колорус И два раза На ней Или можете Сбоку Там Вверху Нажать Установить Тему Вот она Установилась Мы Видим Она Вот Выглядит Вот так Вот так Все это Выглядит Теперь Давайте Разберемся Еще с одним Делом Есть Здесь Панелька Сбоку Она Вытягивается Вот так И давайте Посмотрим Что в ней Нам может Пригодиться Идем Вниз Здесь Вот у нас Стоит Куб Вот он Отмечает Что куб Потом Оси XYZ 3D Курсор И теперь Нам Нужно Быстрый Материал Вот здесь Вот Быстрый Материал Мэткап Нажав На него У нас Высвечивается Вот материал Мы можем Поставить Как в Скульпторе Зебраш Материал В принципе Здесь Подходит Ну 4 Лично Мне 3 Подошло Это Вот Глина Светлый Материал Еще пойдет И В принципе Вот где-то Вот этот Все Вот вы его Устанавливаете И он будет Ваш Материал Именно Таким Цветом Вот так Он будет Выглядеть Разобрались С этим Пошли Дальше Есть Такая Клавиша Open Gl Licht Что она Делает Давайте Отключим Быстрый Материал И Включим Материалы Которые Здесь Есть Вот Они Вот Так Они Выглядят Это 3ds Max Если Вы Работаете В 3ds Max Чтобы вам было Как-то Комфортнее Вот так Он будет Выглядеть Это Бронза Вот так Вот Выглядит И Варшхаммер Вот таких Тут много Можете Еще Свои Загружать Вот С этими Материалами Вы можете Работать Дальше Поехали Теперь Зайдем Опять В параметры Найдем Дополнительно Вот эту Вот Кнопку Здесь Вот у нас Установлены 3D Вид Как их Там Называют Аддоны Или это Вот Их Все Можно Включать Нам Допустим Нужен PIE Вводите PIE На английском Вот он Высвечивается Вы Ставите Напротив него Галочку Зачем Это все Делается Это Для того Чтобы Работать Нажав ТАП У вас Высвечивается Вот такая Панелька Режим Правки Вы нажимаете Можете Допустим Править Можете Выдвигать Можете Отключать И переключаться В режим Объекта Режим Скульптинга Режим Текстурирования И рисования Веса Вот у вас Сейчас У нас стоит Скульптинг Можно здесь Скульптить Кстати Потом я Видео Сниму Как Это все Делается Вот такие Вот Переключения В принципе Ничего здесь Такого сложного Нет Просто Качество И другой Способ Работы Другие Клавиши Горячие Что еще Тут есть Это Значит Виджеты Вот эти Они Отключаются Это Это значит Грани Манипуляторы Преобразований Как Что Что Тут Можно Делать Горячие Клавиши Ну Для Начала Вот это Вот Все Крутится Вот Это Наша Плоскость Это Колесико Зажимаем И вот Так Крутим Вот Так Мы Приближаем Колесиком На себя От себя Мы Переключили Чтобы Вот Можно Было Вот Так Вот Делать Не Привязанным Быть Полностью Грани Ну Плоскости Надо Поработать Тоже В Параметрах Заходим В Вот И Нажимаем Это Эмулировать Трехмер Эмулировать Трехмерную Мышь И Вот У нас Получается Вот Такая Фишка Вот Так Мы Можем Ей Работать Это У нас Стоит Камера Это У нас Стоит Цвет В Следующих Видео Я вам Расскажу Поподробнее Как Здесь Что Можно Делать Сделаем Кое Какие Вещи Для Зебраж Для Нашей Работы Кольцо Там Допустим Или Меч Или Топор Все Всем Пока Допустим Допустим Допустим